Всем привет, с вами снова Айс, и мы продолжаем проходить игру Сознательное искажение Синестезия Это у нас получается уже седьмая серия данного прохождения Мы продолжаем, на чем мы в принципе остановились А я напомню вкратце на чем мы остановились Девушка, в которой мы познакомились в кафе Привела нас в анебоскреб зеркальный Начала почему-то целовать, мысли забегали и так далее, и так далее, и так далее И казалось бы, вот уже оно Как она просто начала медленно умирать И кажется, из-за сердца, то есть из-за нас И мы сбежали в лифт, при этом, кажется, отключившись Продолжаем Девять тридцать утра Я выбежал в тяжелую стену дождя Для вечера, кстати Прям, прям, кажется, вечера Мокрые волосы лезли в глаза и мешали разбирать дорогу Кажется, пару раз я чуть не попал под машину Рубашка пролипла к телу, ощутимо стесняла движение Кроссовки были доверху заполнены водой Я не разбирал, текут ли по моему лицу капли дождя или слезы Я просто хотел оказаться как можно дальше от этого чертова здания Эти две смс я получил почти сразу, как только сел в лифт Несколько секунд понадобилось на то, чтобы понять, что это мобильник Аски выбирает у меня в кармане Я прочитал их на полном автомате, потому что Только сейчас осознал смысл этих сообщений и понял, что все-таки слышу шум дождя Точнее, конечно, сообщения были бессмысленны Я даже перестал гадать, кто бы мог их писать Но звон в ушах наконец-то прекратился Токио-3, это город, хотел сжать меня Выпить все соки С одной стороны, он провел обряд очищения Ливень смыл с меня следы крови И все остальные признаки того, что я был свидетелем чьей-то смерти С другой стороны, я чувствовал, как за мной наблюдает из каждого окна Пока я бежал, серые дома становились все выше Словно сжимали меня в кольцо Словно хотели поймать в ловушку Раскинуть надо мной купол и зажать в тиски Сжимать, уменьшать, удалять, исчезать Величественная тварь, гигантская система людей и техники Гордость какой-нибудь безымянной проектной организации Пыталась выдавить инородное тело Меня и своего бытия Я был вынужден Я был нужен этому городу лишь в те моменты, когда оказывался сидящим в капсуле Еви Которая мчалась на скоростном лифте от поверхности Было трудно дышать Легкие разрывало от каждого вздоха Но я больше всего остального хотел убежать от зеркал Как можно дальше? Голове было пусто Я уже не видел, куда несут меня ноги Довился автопилоту Просто бежал, через серость, пока монотонный шум дождя не прервал этот тихий голос Про мгновение я даже удивлялся Как вообще смог расслышать его сквозь похожий на белый шум звук, заполняющийся все вокруг Икари Кун Словно лицо на стену Неприятность слабо мгновенно растеклась по всему телу Капли, падающие сверху, превратились в настоящий щебень Колени дрожали так, как будто не могли больше удерживать вес в мокрой одежде Грудь стала болеть еще сильнее от резкого торможения Я не мог разогнуться Через секунд я все же пришел в себя Тяжело дыша, огляделся Неведомым образом ноги снова занесли меня в парк В него северную сторону Слева от меня находился пруд Его поверхность сильно рябила Перед ним стояла Айянами По ее волосам ручьями текла вода А одежда прилипла к телу Сдавалось впечатление, что она только что вылезла из водоема В ходе стояла под защитой деревь Мои глаза машинально попытались зацепиться за четко обознавшившуюся грудь Но секунды спустя я просто отвел взгляд и зажмурился До боли в челюстях, сжимая зубы Сами мысли в этом направлении сейчас были противоестественными и омерзительными Рэй, что ты здесь сделаешь? Я никак не мог отдышаться Где ты была? Даже не смотря на такое сильное потрясение, мозг еще не истерял остатки разума Сразу же всплыли слова Мисата Сан О том, что службу безопасности не смогла найти первое дитя Что-то случилось в нерв Мисата Сан сильно волновалась С тобой все в порядке? Она удивленно смотрела на меня, как будто видела впервые в жизни, но подспросила Икари Кун? Ты же пошел домой Своим резким ударом сердце чуть не сломало мне пару ребер Что? Я закрашился и попытался успокоиться Такого просто не может быть, верно? Погоди, то есть Ты видела меня недавно? Она подошла чуть ближе и я видела, что она плакала Не может быть Но в ее красноватых глазах ясно стояли слезы Конечно, видела Она и подошла почти вплотную Икари Кун Дежаве Спустя белый шум дождя пронулся звонкий шлепок по щечине В первое мгновение я даже не понял, что произошло А потом мою левую щеку начало сжечь Картина эскалатора в памяти Ты не доверяешь мне? Вся моя сущность замерла Это происходило Что-то, чего я не знал И чего мне совершенно не полагалось знать Она смотрела точно в мои глаза Рей Я соскреб со стенок своего сознания последней крохи мужества Что произошло? Неужели забыл? Спокойный голос Чувствую, как все внутри останавливается, я нервно кивнул Ты позвал меня на улицу Под этот самый дождь, сказал, что это важно И отчаянно попытался вспомнить Когда такое вообще происходило А когда мы дошли до парка, полностью промокшие и замерзшие Ты сказала, что не хотел бы, чтобы я использовал Евенгелион 00 Когда я спросил, почему ты ответил, что твой недоделанный прототип И твоя ментальная нестабильность В конце концов, придут когда-нибудь к краху операции Я внимательно следил за ее лицом, хоть и не понимал этого Такого Никогда Не было Это просто не могло случиться в принципе А потом добавил А нашим игруло носом Только сейчас я заметил, что она мелко дрожала Добавил, что завтра я угощу тебе мясом Ведьма После чего убежал в сторону квартиры майора Коцураги Немыслимо Икарик Кун Что с тобой творится? Ты точно помнишь все, что происходило за это время? Кажется, ангел не очень хорошо на тебя повлиял Я чуть не попихнулся воздухом Начиная со вчерашнего вечера, я чувствовал, что происходило что-то невероятное Эти события совсем не могли бы случиться в обычных условиях Кто-то сдвинул всю систему Повернул всем мозги Либо же такой операции подвергся я один Тут я вспомнил то самое ощущение преследования, которое чувствовал все время, пока гулял днем Но иногда она пропадала А пропадало оно, например, в зеркальном небоскребе В кафе Провалы в памяти? Что надо делать в это время? Возговаривал с несуществующей девочкой, которая уже два раза умирала? Или нарезал круги вокруг парка после того, как нагрубил рейд? Пока не вернулся на то же место Я сделал шаг назад Икарик Кун Замолчи! Это никакой не ангел! Я в порядке! Икарик Кун Ни слова больше! Я уже повернулся к Айянами спиной и начал набирать скорость по направлению к дому Икарик Кун Я в порядке! Со всех ног бросился к дому Сневолосая девочка осталась стоять под мокрыми деревьями Под бомбизировкой капель с протянутой рукой недосказанными словами Я снова оказался перед входной дверью в своей квартире Интересно, кого на самом деле я хотел найти внутри? Мисата Сан? Себя? Или наоборот, желал оказаться в пустой квартире, чтобы никто и никогда больше меня не нашел? Резко промотал головой, стряхивая из себя тяжелые капли и пытаясь успокоить мысли А затем открыл дверь Квартира была пуста Темные комнаты, кажется, сюда никто не возвращался Неужели Мисата Сан до сих пор пыталась проникнуть в нерв? Даже она должна была уже сдаться Похоже, что определение крепость геофронт носил не просто так Но тут я заметил, что из-под двери ее комнаты выглядывает еле заметная полоска света Секунду поколебавшись, я все-таки постучал А потом открыл дверь Комната оказалась пустой, как и вся квартира Но настольная лампа горела Как будто бы за секунду до моего прихода Мисата Сан сидела и работала с документами И эти документы сейчас лежали на столе Рядом с ними находился ее штатный пистолет Я уже совершенно забыл о мокрой одежде и о риске подхватить испаление легких Секретные документы, которым имела допуск Мисата Сан Сейчас лежали в открытую на ее столе Обернувшись, я еще раз удостоверился в том, что квартира была пуста А потом пересек ее комнату и склонился над бумагами Самая верхняя была заглавлена словами Объект В. Наблюдение Рапорт Катшураги Мисата, глава техническо-тактического отдела 21.10.2015 Второй день наблюдений подтверждает опасения Насчет того, что наблюдаемо не сознает, где находится и что делает Визуально подтверждены кратковременные потери ориентации Внезапная слабость, утрачивание нити разговора Необходимо медицинское обследование с допуском во вторую зону Согласно приказу М2 Разрешение получено Предчувствие сразу подсказало, что трапор составлен при наблюдении меня Даже просто выстроив логическую цепь, я мог точно сказать, что из больницы за эти два дня Не выписывался никто, за кем следовало бы так пристально наблюдать Во мне начало закипать негодование Мисата Сан сознательно скрыла от меня Да еще и прикидывалась, что ничего не знает И это наверняка она была в сгоре и со службы безопасности Второй лист, который перекрывался первым, давал мне возможность прочитать только кусок текста Проект ML Рапорт 20.10.15 Аномальная ситуация С суперкомпьютерами Майджи Зафиксирован мощный выплеск мазновой активности у объектов А и Б После которого в автономном режиме компьютерам была дана команда перезапуска N Далее текст закрывался верхним листом Я хотел переложить его, чтобы продолжить чтение информации, как мне показалось, связанной со мной Но вдруг услышал звук открывающейся двери и резко обернулся Добрый вечер, Сидзи В комнату вошла Мисата Сан Я почувствовал себя так, как будто попался на краже конфеты с холодильника Но тут же ко мне в голову ударила мысль, она сжата Ей нельзя верить Ее тяжесть заставила руки дрожать, мне приходилось использовать все остатки сил, чтобы держать ее губ прямо Глаза Мисата Сан чуть сузились Сидзи, ты что делаешь? Вы обманывали меня, Мисата Сан В чем ты? Ты же весь промок, у тебя жар Я прислушался к ощущению и понял, что мое лицо действительно горело Не заговаривай мне зубы, Мисата Сан Я ведь был вашим экспериментом Успокойся, Сидзи Не глупи, опусти мой пистолет Расскажите мне все Опусти пистолет Майор понизил голос, но она начала медленно ко мне приближаться Опять подходит Подходит, как Рэй Черт возьми, что все это значит? Не подходите! Успокойся Еще один шаг и она смогла бы забрать у меня средства защиты Пора было действовать Ну это... Давайте сохранимся Так стрелять или не стрелять? Логически подсказывают то, что она меня обманывала и надо выстрелить на другой стороне Не, не буду стрелять Машинально я попытался надавить на спусковой крючок, но он был слишком тугим для моих нетренированных пальцев На секунду того, как Мисата-сан выхватил у меня пистолет, скрутил за спиной руки и повалил на пол Я успел заметить, что она... что он стоял на полохранителе Хотелось плакать Так я же нажал не стрелять Ну-ка, погодите Ну-ка, погодите Меню Ладно, все нормально Аска Лежа на полу, придавленный коленом Мисата-сана, я видел лишь часть картины Ссорью убежала в комнату и передала ей что-то Я успел подумать о том, что они все прятались с того момента, когда я вошел в квартиру Но дела... Секунду спустя я почувствовал резкий точечный укол в левую ягрицу и понял, что Аска притащила с собой шприц С собой Мысли спутались С собой Аска притащила себя Мисата-сан Как ведет себя объект Б Похоже, он очень хочет спать Так и запишите Уснул на полу На футоне майора Кадис-сан Меня убьет День третий Извините, просто надо срочно уходить, поэтому Мы сохраняемся И вот у нас такая седьмая часть получилась короткая очень Так получилось Будем продолжать Каждый день примерно Будет выходить новая серия То есть 25-30 минут, как всегда Всем спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть записи Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok